Хозяева сада не будут смотреть этот ролик? Да даже если посмотрят. Нет, я не согласна, он красивый. Ты готова за него побороться? Побороться вообще, отстоять. Отстоять кувшин. То есть мы можем назвать наш ролик сад оленя. Не обидится хозяин? Да не олень. Антилопа. Антилопа. Да. Сад антилопы. Да. Золотой. А может и серебряная копытца? Мы что, подскакали? Суши. Здравствуйте. Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы приехали в сад, который сделал замечательный ландшафтный дизайнер Лада Кулыгина. Сегодня она у нас как раз в эфире. Здравствуй, Лада. Здравствуйте. Спасибо тебе огромное за приглашение. У нас октябрь посвящен охоте за багрецом. Мы всем хотим найти прекрасный, самый лучший в Ленобласти сад. Именно осенний, с осенней окраской. И, наверное, очень хорошо, что мы стоим здесь у этой замечательной рябины. Чуть не сказал кошки, но кошка тоже замечательная. Кошки сейчас переиграют всех. Сад очень красивый, Лада. И, ну, что хорошо, что у него осенняя декоративность сохранилась. Потому что все сады прекрасные, но не круглый год, к сожалению. Вот очень большая проблема. А вот данный сад тобой спроектирован так, что, мне кажется, он прям хорош всегда. Не показалось мне это. Правда, была такая задумка. Была задумка, да. Я очень люблю, чтобы сад был привлекательным всегда. Чтобы он был малоуходный. Так, да, это называется. Хотя это, конечно, недостижимо. В любом саду должен быть уход. Но, как бы, здесь мы постарались это сделать. Здесь использованы очень простые растения. Ну, как бы, если считать уже гортензию метельчатую простой, ну, как бы, да. Ну, это, опять, у нас ландшафтный сад в котельном стиле, то, что называется. Верно? Верно. Вот, видишь, я уже начал постепенно разбираться. Ну, сразу видно, что это сделано нелюбителем, что это, как бы, работа профессионала. И скажи, пожалуйста, у тебя, у хозяев был какой-то определенный запрос. Вот вы встретились, вы обговорили концепцию. И у них какие требования были к этому саду? Ну, да, мы встретились и обговорили концепцию. Когда я пришла, здесь были постройки, которые существуют сейчас. И было сделано уже мощение, которое вот тоже есть. Дальше все было завалено кучами земли. И мне попросили как-то привести это все в порядок. Они, в общем-то, не знали, что они хотят. Сказали, чтобы было красиво, недорого. Ну, и дальше я там стала предлагать. Может быть, вам нужен там огород, зона там возле бани, ну, какие-то. Мне сказали, да, нужен газон, на котором можно побегать, большое пространство, где отдохнуть. Ну, и как-то, чтобы все время что-то цвело. Все время что-то цвело все-таки. Да, да, ну, как-то декоративно было. Ну, что, ладно, давай пройдемся. Я уже вижу у тебя интересное нестандартное решение. Я вижу проклинаемы всеми ландшафтными дизайнерами смородину. Многие отказываются проектировать ее в цветнике, говоря, что это, ну, не отвечает понятиям декоративности. А ты, вот я смотрю, решила все-таки. Смелая. Да, ты смелая. Смелое решение. Может быть, и начнем прямо вот со смородины. Шок-контент. Пойдем. Лада, а это что за помещение такое? Барбекю. А, вот это ничего себе зона барбекю отличная. Зимний вариант. Да. Очень красиво. Ей пользуется, кстати, очень активно. Слушай, а вот еще вот шикарная же у тебя здесь композиция. Я так понимаю, древогубец и девичий виноград. Совершенно верно. Мне кажется, просто вот максимальная декоративность. Желтый древогубец обнимает багровеющий виноград. Просто очень красиво. Очень удачное сочетание. Они не конкурируют, кстати? Нет. Они уже сидят тут года четыре, наверное. Это что называется букетная посадка, да? Букетная посадка, это относится обычно к деревьям. Ну, вот сажают, например, клематис с девичьим виноградом. И как будто бы цветы клематиса цветут прямо на винограде. Ну, можно так, наверное, сказать. У тебя есть такое, примерно же, да, решение? Угу. Что существует прекрасно. Да. Ну, это две такие сильные лианы, которые, в принципе, пока что, да, уживаются и одна другую не давят. Слушай, расскажи, ну, смородину хотел клиент. Пусть будет побольше ягод в саду. Конечно, да, да. Как вы дошли до такой жизни? Но мы решили, я решила, вернее, сделать большую полосу вдоль всего участка, да, и на этом месте было три березы несчастных, которые мы поддержали. Сделали такой лесной уголок, из которого плавно вытекает все остальное. Вот. Ну, так как клиент хотел плодовые кустарники, деревья, ну, я решила включить ее в этот широкий, можно сказать, ну, миксбордер, наверное, бы, можно было, если бы тут было побольше цветов. Вот. Не пожалел ни разу об этом клиент? Клиент не пожалел, ему все нравится до сих пор. Не сказал, уберите с морозином, посадите еще одну гортензию? Нет. Не сказал он так, ему все нравится. Единственное, что здесь мы не дошли до момента, когда нужно было высадить много цветущих растений многолетних. Как-то вот это осталось за кадром. Вот. Поэтому здесь эпизодически встречаются там воздики, которые мы использовали в качестве почвопокровных, тимьяны кое-где, вот. Здесь вообще сколько лет этому саду? Когда ты закончила уже его реализацию? Мы его сделали очень быстро, там, в один сезон, ему, наверное, лет шесть. Лет шесть? Шесть. Шесть или семь. Скажи, были какие-то вообще у тебя творческие неудачи, даже не творческие, а неудачи садовника? Посадили что-то неудачное, что-то близкое, что-то сдохло, что-то вымерзло? Ну, да, такое бывает, наверное, у всех. У всех? Нет, я не думаю, что часто это бывает. У меня не часто бывает. Ну, я имею в виду садоводов. Конечно, ландшафтный дизайнер, он на то как бы и профессионал, чтобы у него... Ну, там косячок маленький есть, допустим. Посадили рябину очень близко вот к Булате, да, Ива Булата, которая растет очень быстро. Да-да-да-да. И там и имелась мысль такая... Там еще и ель была, которая сдохла, вот, кстати, да. Вот. И была мысль, что елка с рябиной будут конкурировать, в принципе. Ну, получилось, елки не стало, и Булата почти задавила рябину, которую нужно отсадить, в принципе, в стороночку. Вот. Ну, а так остальное здесь вот живо. Единственное, что с вишневым садом как-то вот проблема. Ну, вот тут, наверное... Клиенту не хочется, что тут, видимо, с уходом было не очень. Потому что я ребятам говорю, чтобы не держали газон, не подводили к деревьям, но это как бы, я не знаю. Ну, это самая распространенная история. Газон и деревья, да. Это очень плохо, да. Это самая большая ошибка, которую можно совершить вообще. И в плодовых садах я бы, кстати, не использовала газон вообще, ну, села бы какие-нибудь федераты или многолетники. Ну, какие-то почвопокровники. Ну, да, почвопокровные. И вот здесь проектировалась живая изгородь, которая не состоялась. Нет. Живой изгороди здесь не было. Здесь должны были деревья быть и создать такую кулису из деревьев плодовых. То есть там должны быть вишни, которые выше были и закрывали вот этот дом. Вот. Сливы, сливы. Сливы, они выше. Вот. И я очень люблю гортензию. Длинно-черешковая вон там она. Да, да, да. Я тоже обожаю. И ее должны были продлить. Ну, как-то тоже вот. Мы остановились на этом и остановились. Слушай, ну вот про черешковую гортензию. Подойдем к ней. Я бы хотел о ней поговорить. Я обожаю это растение. Но это пока не взаимно, почему у нас с ней. Сейчас подойдем и у меня будет несколько вопросов. Давай. Лада, во-первых, вот 6 лет до саду и сразу были посажены вот эти черешковые гортензии. Сразу. Абсолютно. Да, они были очень небольшие. Небольшие. То есть это были прям вот. Маленькие прям, да. И они за 6 лет так выросли. Что со мной не так? У меня сидит 10 и она вот совсем крошечка. У нее есть какие-то особенности агротехники? Особенности агротехники. Ну, почва нормальная. Питательная желательно. Ну, это понятно. Это самое простое. Самое простое, да. Может быть и что-то еще? Ну, кто-то мерится с тем, что у него там непонятно что. Она же теневыносливая. Она теневыносливая. Может поэтому? Может на солнце она у тебя сидит? Ну, откуда у меня солнце? Откуда у тебя солнце? Ну, не знаю. Гортензия мне это очень нравится. Такая, на мой взгляд, одна из лучших лиан у нас. Единственное, что она медленно нарастает, пока она юная. Вот. Ну, у тебя она уже не юная. Сколько лет она юная? Скажите, в какое время она уже наращивает корневую массу и начинает стартовать вверх? Ну, когда она вырастает, вот примерно побег там где-то около метра, да, дальше у нее хорошая корневая система и она вполне себе... Вот видишь, по побегам можно посмотреть, по приросту. Ага. Ну, то есть это да, это вот целиком прирост этого года, да? Да, да. Ну, видишь, у нее еще есть один такой, мне кажется, дефект. Она не для всех заборов годится, потому что крепится она вот этими воздушными корнями. Да, да. А воздушные корни не очень хорошо врастают металлопрофи. Видишь, заказчик здесь, они ребята сказали, что там мы сами сделаем решетки. Но решетки они не сделали. И несмотря на это гортензия... Ну, она такие арочки сделала. Ну, она по столбам поднимается, да. А здесь потихоньку, ну, я тебе уверяю, через пару лет она залезет все-таки. Вскарабкается ей по металлопрофилю. Конечно. Ну, да, смотри. Видишь? Угу. Нет, но она все равно к нему не может прикрепиться. Не может, старается, не может, но... Ну, как та лягушка, которая долго в молоке плавала и превратила его в масло. Да. То есть, есть такие даже ляна, которые способны победить металлопрофи. Да, медленно и без остановок. Хорошо. Да, слушай, знаешь, этот сад меня еще чем удивил? В нем очень много мафов. А, мафов, да. Мне кажется, это прямо отдельная история. Это просто какой-то сад мафов, и они все не просто какие-то гномики, купленные за тысячи рублей в Икее, а прямо, мне кажется, сделаны на заказ и за большие деньги. Ну, да, да. Но мафа – это не моя история, это история заказчика. Какие-то мне нравятся, какие-то не нравятся, но я обращаю на те внимание, которые мне не нравятся. Пойдем, да, выберем какой-нибудь самый красивый. У нас в кадре уже была вот эта замечательная телега винтажная. Ну, там есть еще более интересные варианты, мне кажется, стоит показать нашим зрителям. Пойдем. Пойдем. Ладно, слушай, ну это же просто какой-то… Это шедевр. Пьяный… Да. Человек финской национальности чуть не сказал, но мне кажется, это какая-то такая история оттуда. Ну, это скульптура заказчика, да, она стояла в его ресторане когда-то, вот, потом он ее забрал и привез сюда. Ну, конечно, да, это же какая-то ресторанная история. Да, да, да. И мне он очень нравится, единственное, что мы его пугались. Вот, я только хотел сказать, что ночью по дороге в туалет можно не дойти. Потому что он очень реалистичен, да, и когда ты там тут сажаешь что-нибудь, и потом… и вот, да, резко пугаешься. Нет, ну это забавно такая штука, и она, ну, выглядит прямо очень интересно. Да. Это, мне кажется, лучше, чем гномик. Лучше, лучше. Конечно. Гораздо, да. И больше. Масштабнее, соразмернее. Ну, вот ругозу вот это вот тоже же недолюбливают клиенты обычно. Почему? Ну, во-первых, она колючая. Ну. Мне кажется, вообще, люди не очень любят колючая. Вот они готовы терпеть розы за то, что они розы. А это же… Это роза? Простите меня, шиповник. Нет, это роза. Роза. Самая настоящая. Ну, роза-то… Ну, скажи мне, где заканчивается шиповник и начинается роза? Роза? Есть эта граница? Нет. Определена она? Нет. Только она же роза. Ну, она же шиповник. Нет, ну, ее назвали, так зачем? Не знаю, но это роза. Она пахнет. Из нее можно варенье сварить. Из розовых лепестков. Серьезно. То есть даже такие аргументы разные. Ты говоришь, Клин, да вы что? Это же можно съесть. Это можно съесть? Да. Плоды завариваешь, чай отличная штука, витамины. От сердца. От сердца, от почек. От сердца и от почек. И от почек. И от почек. Ладно, в общем… Да нет, но в нашем климате это прекрасно. Она цветет, пахнет. Тут шмели бабочки. Ну, ее же надо постоянно укращать. Она же постоянно, мне кажется, хочет куда-то приползти, заползти. Нет. Отжать себе какую-то площадь дополнительную. Если ей хорошо, он никуда она не ползет особо. Ну а… Сдерживающая стрижка, ну там, раз в сезон достаточно. Если регулярно делать. А стричь ее можно прям каким-нибудь? Можно, да, да, можно. Не… Нет, ее можно стричь кусторезом, но раз в два года там желательно вырезать раз в три года. Все-таки. Ну и что? С колючками придется полозиться. Ну это не барбарис. Здесь можно не только йогой заниматься, но и водить в хоровод вокруг этой замечательной… Да, зимой и снег она торчит. Прикольно тоже. Ну да, да. Сукцессия немножко облагороженная. Можно так сказать? Да я не знаю. Ты так испуганно от нее отворачиваешься каждый раз. Мне просто, возможно, я какую-то страшную ересь говорю. Я же простой человек из народа. Вот, а смотри, а сейчас мы пришли как раз вот это, я так понимаю, и есть полянка для йоги. Потому что здесь у нас зарыт Будда целиком. Правда? Я думаю, что здесь где-то 20-метровая статуя Будды есть. Серебряная. Серебряная. С серебряными червонцами. С вот этой замечательной головой. Слушай, ну смотри, она не очень хорошо себя здесь чувствует все-таки, да? То есть, это цементная какая-то смесь по составу. Я понимаю, что не ты сама это делала. Нет, не я сама, не я ее покупала. Она разваливается, конечно, но она прикольная, мне нравится. Ага. Она пустотелая, да. Она пустотелая. Там, видишь, сейчас кувшин стоит красивый такой большой. Мне он тоже очень симпатичен. Это что, это еще сделано? Керамика. Ты уверена? Да. Да. А кто это? Глина это? Керамика? Ну, это железо. Нет, какое железо? Нет. Ну ты че, какое железо? Железо? Кровельное. Нет, нет. Нет. Это красивая штука. Она раньше стояла на крыльце и в нее можно ставить ветки, которые ты срезал там красивые какие-нибудь. Ну, высадить сюда что-то. Здесь можно, мне кажется, высадить даже дерево. Можно, можно, да. Потому что глубина позволяет. Да. Еще его можно испачкать мхами. Будет вообще модная штука. Ну, сейчас все пачкают мхами, да. Да. Все подряд. Все подряд. Ну, не знаю. На мой взгляд, конструкцию достаточно спорная. Но бывают и такие мафы, да. Слушай, но она зато соразмерная. Вот дому. Соразмерная. Соразмерная, да. Обычно страдают мафы плохо выглядят, потому что они не соответствуют. Они маленькие. Не соответствует масштабу. Масштабу вообще не соответствует. Эта штука в масштабе. Ну да. Она даже с Ирой этой смотрится отлично. У тебя вообще все зонирование здесь достаточно крупными зонами. То есть у тебя нет каких-то маленьких закутков. Как бывает, знаешь, где стоит одна маленькая скамеечка и пространство метр на два. А у тебя здесь достаточно крупные зоны. Ну, потому что участок... Сколько здесь соток? По-моему, двадцать или двадцать пять. Я не помню. Если честно уже. Это было давно. Шесть лет. Давно? Ты еще молодая женщина, чтобы... Да какая. Вот у меня девичья память. Сделали и забыли. Хорошо. Давай, слушай, вернемся вот туда. Я все хожу вокруг этого веника и ищу как бы о нем поговорить. Потому что шикарная совершенно кулиса из, по сути, злаков, которая выполняет роль и живой изгороди. И, я так понимаю, декоративно весь сезон. Да. Смотрит совершенно отлично. Да. Это видовой веник или что это? Карл Форестер. Это Карл Форестер, да? Да. Ага. И вот так он выглядит, потому что я его неоднократно видел, но он был как солитер какой-то. А здесь прям настоящий такой хороший красивый массив. Да, массив, массив. И вот он тоже сидит так шесть лет и... Да, и, кстати, он никуда не ползет и не сеется, хотя... Вот, да. Прекрасно себя чувствует, да? То есть... Нарастает просто. Нарастает и все. И потихоньку смыкается. Начал смыкаться. Угу. Как бы этого и добивались. И это история про малую ходу, да? Ну, да, да. Что с ним нужно сделать? По сути, весной обрезать и все? Да. Именно весной. Ну, иногда осенью обрезают его. Потому что бывает у нас же осень мокрая, с мокрым снегом. Не, ну хорошо, если зима малоснежная, это все смотрится декоративной зимой. Это покрывается инеем, это... Ну, прошлогодняя зима, да, была хорошая достаточно. Все волшебно. Да, да. Слушай, а почему лен у вас тут растет? Только не говори, что хозяева ткут себе льняные рубашки. Я хочу... Да, я попал. Да, конечно. Нет, ну, такой своеобразный выбор летников. Нет, со злаками это смотрится, конечно, может быть и неплохо, но... Да нет, это не выбор летников. Здесь просто полтора года, ну, почти два сезона никто не ухаживал за садом вообще, кстати, вот. И он сохранил свою структуру. Ну, одуванчиками заросли газоны у нас. То есть это ты не уходя 6 лет назад сказала, а вот здесь сием лен? Нет, нет. Проектировалась немножко другая история, да? Да, весной нас вызвали и попросили привести в порядок. Ну, как бы сделать что-нибудь после вот этой катастрофы, когда здесь никто не ухаживал. Ну, мы пришли и сделали, да. Ну, я смотрю, там даже какой-то остаток эхиноцеи играет. Ну, тоже задушил их, да? Да, да, есть. Карл Форестер с одной стороны и по рейс другой задавили эхиноцею. Эхиноцея здесь не очень. Она изначально как-то здесь ей не нравится, не живет. Ну, мне кажется, это еще история про березы. Я люблю задавать вопросы. Да, не боитесь ли вы ваших замечательных небольших березок, которые вырастают огромными деревьями, выпивают всю воду, сколько бы здесь не поливали, и вокруг них начинают какие-то культурные растения благополучно отдавать Богу душу? Нет, я люблю березы. Это первое. Во-вторых, их любят хозяева. Во-вторых, здесь было три березы здоровенные. Три, да, вот смотри, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да. С трех берез за шесть лет? Нет, нет, вот три мы оставили, и их просто подержали, как бы добавили. А, четыре. Четыре, да. Одна из них падала, кстати, и заказчик ее поднимал и прикапывал, восстановилась и живет. Клянусь, мам. Да, поэтому я и предложила сделать такую лесную зону. Не в Европланте случайно покупали, девушка? Знакомое в Европланте. Да. Пинки-винки? Пинки-винки. Я ее очень люблю. Ну, шикарно, мне кажется, гортензия. И, ну, мы говорим опять про малоуходность. Я так понимаю, шесть лет? Шесть лет. И вот выглядит это вот так вот все. Да, но в этом году мы ее так укоротили селеганца. Да, ну, потому что два года ее тут как-то подломало немножко, и она разрослась. Ну, я-то понимаю, что тут тоже как бы не обеспечивается какой-то большой уход. То есть какие-то... Нет, не нужно. Вносятся подкормки в три сезона, нет? Нет, нет, уже нет. Какие-то обрезки? Нет. Обычно... Колбасные. Колбасные обрезки. Обычно уход такой активный идет первые два года после посадки. растений. Потому что они какие-то, ну, пока не нарастят и не привыкнут к условиям, куда их засунули. То есть, мне кажется, им нужна такая поддержка моральная и материальная. Нет, ну, это твой долг вообще. Как не только на шафтодизайне, но и садовника. Да, да, да. Не просто посадить и уехать. До свидания. Конечно, да. Не забывайте поливать. Да. Поэтому гортензия это вообще очень такое благодарное растение. Выглядит она шикарно всегда, даже без соцветий. У нее красивая и здоровая листва и красивые побеги цветные. Ну, то есть, я не знаю, почему ее не любят. Я не знаю, кто не любит. Покажи мне этого человека. Есть такие люди. Есть. Не знаю, я таких не знаю. Да. И вот есть, которые не очень любят сосны, например. Сосны? Их гораздо больше. Почему? Ну, потому что они вырастают. Это горные сосны, во-первых. Ну, их можно держать, кстати, тоже. То есть, вот скажи, ну, вот такой сосны тебе еще не интересно. Сорт не вспомнишь сейчас, шесть лет спустя? Это обычная горная сосна. Она такая немножечко как сизоватая, мне кажется. Нет, нет, нет. Обычно совершенно. Мугус. Никаких тут нет изысков. Здесь самые простые. Единственное, что здесь много сортов гортензии. Ну, то есть, вот точно я помню Pinky Vinky и Magic Fire, по-моему. А вот эту вот беленькую, пушистую, я не помню. Надо посмотреть по каталогу. Ну, хорош. Они все немножко разные и по Агабитусу, и по форме шапок, и по цвету. И по времени цветения. То есть, здесь прям такая коллекция. А, и по времени цветения. Да, 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 немножко отличаются, и поэтому это все хорошо выглядит. Создает вот эту вот постоянную декоративность. Ну, ты меня опять ушла к гортензиям, а я хотел тебя спросить про сосны. Говори. Вот видовой состав сосен. Здесь они у тебя все. Вот раз мугус, два мугус, три мугус. Это все одни и те же сосны. Да, по-моему, с той стороны есть поменьше, которая сосна. Я уже не помню, если... Ну, здесь совершенно простые растения. С ним проблемы какие-то были? С горными соснами? Нет, абсолютно не было. Здесь были проблемы с рододендронами, хотя у меня обычно нет таких проблем. То есть, я высажу рододендроны, даже их не укрываю, даже в первый год. Даже вечно зеленые? Да. Даже вечно зеленые, да. Но здесь вот почему-то они не очень себя хорошо чувствовали. И практически их вырезали под ноль. Но вот сейчас они отрастают и как бы все хорошо. А я сейчас даже угадаю, почему? Говори. Ну, потому что здесь солнце. Нет, не поэтому. А сосны любят солнце, а рододендроны горят на солнце? Не правда. Нет, это важно. Врут? Врут. Ну, как бы врут. Ну, мы же не высаживаем рододендрон среди газона. Нет, посреди газона мы не высаживаем ничего. Ничего мы не высаживаем. Определились, да. Вообще ничего. Никогда. Никогда. Кроме мафов и фонарей. Да. И тогда нам удобно за ним ухаживать. И раз в год мы подрезаем кромку, если лень использовать бордюры. И у нас все хорошо. Вот. И я смотрю, внезапно вот здесь вот у тебя, там где, казалось бы, могла быть еще одна гортензия, вдруг я вижу яблоню, жимолость. Да-да-да. Возможно, там что-то проектировалось у тебя типа огорода? Там и проектировался огород на самом деле. Потому что это вот хозяйственный домик, где управляющий, как управляющий поместье живет. Управляющий, я не знаю. Дворецкий. Дворецкий. Вот. И там в этой зоне должен быть был огород, теплица и прочие всякие прелести. Вот. Должны были быть шпалеры с малиной. Ну, как бы вот. И это вот осталось. Ну, слушай, ну как хитро на самом деле у тебя продумано. Замечательно вот это вот сделана такая кулиска полукруглая, которая отделяет зону декоративную партерную, парадную сада и прячет за огородик. И только яблонь и жимолость напоминают, что там как раз начинается какой-то такой вот уже пищевая история. Да, пищевая история это интересная такая тоже история. Слушай, ну часто же проектируют огородики? Часто. Всегда просят их спрятать? Нет. Не всегда. Иногда. Ну, обычно просто я сама люблю зону огорода сделать отдельно. И либо, например, использовать горшки и выставлять на террасе. То есть, если нет там огорода или что-то, ты можешь высадить большие кашпо, пряные травы. Те же у нас вот на одном участке растут уже третий год томаты. Мы высаживаем большие льчузовские кашпо. И да, растут томаты с розмарином прям сразу и ешь. И хорошо себя чувствуют. Да, хорошо чувствуют. Ну, терраса солнечная, там тепло, без всяких укрытий, без всего. Слушай, ну пойдем зайдем за эту зону, мы должны же показать все, что скрыто. Я так понимаю, что это пространство как раз и предназначалось под огород. И я даже смотрю, здесь был какой-то небольшой парничок, вероятно, летом функционировал. Нет, грядку тут сделали просто для кабачков. Грядочка для кабачков. Да. А так вообще здесь предполагалось что? Здесь предполагался малинник. Шпалеры, да, должны были закрывать эту часть и эту часть с малиной. Ну, за шесть или семь лет все разрослось и деревья стали большие. Это были очень маленькие саженцы. Вот. Здесь предполагалось теплица большая. Ну, наверное, ее построят, потому что места не занимают, как бы оно удобное. Вот. И будет такой отдельный уголок, у которого из сада практически не видно. Да, да. Ну, вот. Ну, то есть опять самое важное в проектировке сада, это правильное зонирование. Чтобы мухи были отдельно, а котлеты и кабачки отдельно. Отдельно, да. Слушай, ну, в Японии в садах как-то нет отдельных обычно огородов. У них все это вписано в то, что есть, существует. Я приехал-то на самом деле в этот твой прекрасный сад за багрецом. Я предлагаю наш ролик закончить как раз у замечательной вот стеночки, где есть у тебя еще одна такая кулиска, где багровеет клен, багровеет виноград. Немножечко багровеет, опять же таки, по-моему, две гортензии. И уже начинается немножко зимний декор. У тебя там сидит роза. Роза сизая. Роза сизая. Да, моя любимец. В сизом виде ее мы видим достаточно часто, а вот уже с красными ягодками она прям совершенно не уступает декоративности. Пойдем. А ты уже рассказываю, рассказываю, а мы пока еще не там. Пойдем. Пойдем. Ладно, вот я немножечко пригнул веточку этого прекрасного клена. Клен красный. Клен красный. Я заметил, это его видовое название же не цвет просто. Да, да. Ага, то есть когда покупаешь клен красный, он и должен быть. Таким. Красным. Не вот таким противно черным, как у нас называют красные клены. Такой прямо, знаешь, цвета венозной крови. Да, да, да. Очень мрачное, мне кажется, дерево. Ну, это просто астролистный клен, который имеет такую окраску уже вы видите, не декоративно. А это клен красный. То есть если мы хотим багрец правильный, то вот это вот растение оно должно себя оправдывать. Оно только тоже начало багровить. В этом году, я так понимаю, нетипично поздно. Потому что теплая погода, да? Ну, слушай. Ну, как мне кажется, золотая осень должна быть уже в разгаре, а он такой зелененький еще. Да, еще зелененький. А будет весь такой, да? Да, красный будет красивый. Ага. И виноградик шикарный. Ну, виноградик обычный девичий, я не знаю, он чем-то отличается от того, который мы снимали с древогубцем? Нет, нет, нет. Почему здесь он такой прямо вообще восхитительный? Потому что он на сером фоне. Забор, это хотел сказать. Конечно, да. Серый цвет очень хорошо. Грамотная подача, прекрасный забор. И невозможно не рассказать про замечательную розу сизую. Отпустим клем. Да. И чуть, наверное, передвинемся сейчас сюда, чтобы у нас в кадре оказалась вот эта вот роза. Это же роза, которая цветет такими белыми махровыми цветочками, да? Нет. Да ты что? Нет. Она цветет простые. С чем я перепутал розу сизую? С собачьей розой, наверное. Возможно. Да. Которая белыми махровыми цветочками рано-рано весной, да? Наверное, да. Да, да, да. Она самая. Это сизая, у нее простой цветочек, петель лепестковый, такой розовый, с белым ингредиентом. Все, все, все. Да. И сизая листва. Вот мне она очень нравится, потому что она высокая такая, и если ее прислонили где-нибудь, она хорошо прикрывает ненужные виды там. Ну, она такая прозрачная, хорошая, да, она не образует какой-то плотный такой куст. Вот. И поэтому, наверное, неплохо она сочетается еще и с злаками. С многим она сочетается, да. Потому что она такая воздушная, прозрачная окулиска. Ну, и сочетание с гортызией, я тоже смотри, абсолютно не уродует. Да нет, ну, как бы. И, я смотрю, еще у вас тут спиреи не подбриты. Да. То есть, вы им разрешаете вполне цвести, они существуют не для топиарной стрижки, а для цветения. Ну, мы их... Вот так внезапно. Да. Ну, их обрезаем либо весной, либо осенью можно обрезать. Можно обрезать их летом, тогда будет повторное цветение. Ну, как бы, здесь не очень заморачиваются с уходом. Поэтому, как бы, что кто хочет видеть. Вот про уход. Слушай, я тебе предлагаю сейчас уделить мне еще немножко времени. Давай. И снять, например, такой ролик, где будет пять ошибок садовника, занимающегося уходом за ландшафтным садом. Ну, может даже не за ландшафтным. Угу. Смотрите канал Европлант. Мы снимем для вас ролик, где расскажем про типичные ошибки ухода в саду с Ладой Кулыгиной. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok